Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может там собака друг человека, а у нас управдом друг человека. На сухобатора 9 так не считают. Здесь с управдомом воюют. Выходите к людям, отвечайте на каждый наш вопрос. Мы за 3,5 года ни одного отчета по документам денежного мы не услышали. Это обычное собрание дома. Выходить к людям председатель Наталья Алексеевна с фамилией Король не желает. От такой коммуникации проблемы дома виснут в воздухе. Татьяна в этом доме живет 3 года. При покупке квартиры, говорит, председатель ДСЖ попросила ее внести плату за вступление в товарищество. Но чека приема наличных не выдала. А я еще спросила, можно квитанцию мне, чтобы я для себя, потому что тоже такая. Она сказала, нет, это у нас на наши нужды. Непрозрачные траты – главная претензия жильцов. Расскажите нам, что это за деньги. Мы не знаем, 3 миллиона, 2 миллиона. Мы понять не можем, что получают у нас. Они говорят, это не ваш карман, не лезьте туда. Ремонта как таково нет. То есть люди жалуются. Побелина, даже не обшорканная, где звездка, сделан вид первый, второй этаж. Все. Куда ушли деньги, опять непонятно. Даже уборку двора и ту, по мнению жильцов, производят некачественно. Грязно, неудобно как бы. И дети маленькие играют. Они могут заразу себе куда-нибудь нанести. Недовольные работой товарищества жильцы сплотились, как никогда. Стучатся в двери ТСЖ, звонят, но безуспешно. Встретиться с нами король отказалась, а по телефону рассказала, что жильцов, по ее словам, она регулярно принимает. Расходы ТСЖ, говорит, предоставила жилы инспекции. Удалось спросить и про денежные сборы. И кажется, что женщина сама уже путается. Вы выдаете какие-то кассовые документы, если принимаете денежные средства на нужды ТСЖ? Вот когда скажете фамилию, я вам скажу, принимался у нее или нет. На заборе тоже много чего написано. Так, ну в любом случае, вы мне ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вы, если принимаете какие-то денежные средства, вы кассовые? Мы не принимаем денежные средства. Конфликт между председателями ТСЖ и жильцами домов происходит достаточно часто. Подключаются контролирующие органы Роспотребнадзора, жилищная инспекция, суды, прокуратура и так далее. Затрачивается значительное количество времени, ресурсов с обеих сторон. Ну, надо сказать, что с переменным успехом. То в пользу одних, то в пользу других. По мнению юриста, коммунальные войны – проблема злободневная. Но внести ясно, здесь может лишь проверяющий орган. Конечно, в данной ситуации председатель не права. Работа с жителями организована должна быть. Документы выдавать запрашиваемые обязаны. Если ТСЖ бездействует, то, конечно, уже в такой ситуации нужно обращаться в надзорные органы, чтобы принимались меры реагирования, если она не идет на контакт. Но в любом случае, если жильцы не доверяют председателю, они вправе запросить проверку финансовой деятельности, поясняют жилинспекции. А пока, говорят специалисты, по предоставленным документам деятельность председателя ничего не нарушает. Мария Микшута, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком.